Инспектор ГИБДД Шоферы, в свою очередь, отвечают утвердительно. Лекции о безопасности слушают, правила знают. Однако пассажиры часто жалуются. Водители говорят по телефону, устраивают гонки, забывают закрывать двери. У нас идет рост в дорожном транспортном происшествии. По вине юридического транспорта зарегистрировано 12 ДТП. Основные ДТП – это у нас столкновение, падение пассажира. Инспекторы идут по салону и обнаруживают недочет. Неисправен подиум. Как пояснил водитель, некультурно в салоне вели себя пассажиры. Забили до такой степени. Половину проехали без бюлета. Кондукция даже не смогла пройти в салон. Безопасность пассажиров превыше всего. Обязательно. Так или иначе, устранять придется перевозчику. И, как выяснилось, не только это после проверки инспекторов. Автобус сняли с рейса. Оказалось неисправным рулевое. У вас грубое нарушение. Рулевое – это вообще запрещение эксплуатации транспортного средства. К слову, такая неисправность и на совести механиков. Аварийную машину выпустили в рейс. К должностным лицам у ГИБДД всегда есть вопросы. Впрочем, по словам полицейских, ситуация меняется. После многих замечаний ответственные стали внимательнее относиться к своей работе. А значит, и к безопасности своих клиентов. Проводим рейдовые мероприятия не только с другими ведомствами. Но также приглашаем и директоров данных предприятий, которые показывают, обращают внимание на какие нарушения. Соответственно, и должностные лица уже после таких мероприятий больше обращают внимание. Безопасность пассажиров – это еще и вопрос ответственности самих пассажиров. Они также должны соблюдать правила поведения в автобусе. Если есть место, обязательно сесть. Так. Не толкаться. Обязательно держаться за помощью. Если ты стоишь, если нет места, по автобусу не ходить. Не забывать о том, что наушниками, сотовым телефоном у нас в транспортном средстве мы не рекомендуем. То есть нельзя пользоваться в связи с тем, что это вас отвлекает, и вы можете, так скажем, упасть и себя повредить. Проверили инспекторы сегодня и другой нечастный транспорт. Это внимание привлек КАМАЗ. Водитель при движении не включил ближний свет фар. Кстати, сам является должностным лицом. Являетесь должностным лицом, а сами нарушаете правильный движение. Ну, вы получаете этот геотекстиль, получается, этот гвезд. Его забываешь, это выключать все время. Главное, сейчас это на новых эти ходовые огни идут. Еще одному водителю выписали штраф. У него несколько нарушений. В отношении вас будет вставлен административный материал тогда, потому что у вас безближний свет фар, соответственно, без ремня. И страховая полость. Техническая неисправность, нарушение правил, все это до поры до времени. Это прежде всего напомнили водителям и должностным лицам инспекторы ГИБДД. Ну и такую профилактическую работу будут продолжать и дальше. Как показывает практика, со временем водители забывают правила дорожного движения. Инспекторы ГИБДД устроили своеобразный тест на дороге и задавали вопросы, касающиеся знаков. В принципе, справились все, но затруднения все-таки возникли. Ответьте, пожалуйста, вот сегодня вот такой вот тест. Что вот это вот за знак? Вот такой вот информационный знак. Ну, где он? Зона эта, жилая. Жилая зона, то есть где он обычно предоставит этот данный знак? Во дворах. То есть, да, то есть при заезде, да, во дворовые территории. Стоянка выпущена. А точнее, остановка выпущена. Поэтому рекомендуем вам еще раз повторить ПДД, и чтобы знать знаки для того, чтобы не нарушать правила дорожного движения. А вот еще скажите, вот у нас ДАК расположен. Что вы должны делать, когда вы подъезжаете? Скорость и необходимость остановиться. Все правильно. Все правильно, да. Наверное, надо вас протестировать. А то обычно всегда у нас, как только, так скажем, от инструктора отсаживается и забывают и знаки, и правила дорожного движения. Вот скажите-ка мне, молодой человек, вот это вот что знак обозначает? Стоянка запрещена. А вот этот вот знак что обозначает? Уступи дорогу. Ну, значит, еще не забыли тогда правила. В любом случае, что написано в правилах дорожного движения? Когда вы сели за транспортное средство, вы должны что в первую очередь сделать? Прежде чем тронется оно. Я обещаю, я перечитаю. А, вы перечитаете. А вот тогда вот у нас обычно всегда многие водители забывают даже знаки, само название знаков. Нет, по знакам, как бы вопросов не было, по другим городам мотаюсь. Не возникает, да? А вот этот вот знак назовете, что он обозначает? То есть этот вы знак знаете. Вот такой вот знак у нас, главная дорога. А вот этот вот знак у нас обычно всегда путают. Запрещено. А, точно. А точнее. Остановка транспортного средства. Остановка средства запрещена, да. Вот эти вот знаки вы должны знать, потому что они чаще всего у нас встречаются на дороге. А вот скажите мне, пожалуйста, вот этот вот знак? Главная дорога. Главная дорога. А вот этот знак, что вот он обозначает? Ну, вот видите, вот сегодня у нас водитель попался, который знает у нас вот эти вот знаки. Зачастую дети попадают в аварию из-за так называемых дорожных ловушек. А вот что это такое, расскажут сами ребятишки и инспекторы ГИБДД. Ребята, здравствуйте. Сегодня мы с вами поговорим про дорожные ловушки. Вы вообще знаете, что такое дорожные ловушки? Нет, я не знаю. Нет, не знаете, да? Ребята, каждый пешеход может попасть в дорожную ловушку. А дорожная ловушка это все то, что мешает нам нашему обзору. То есть это какая-то припаркованная автомашина, растущие деревья, допустим, выход из арки. Все является дорожной ловушкой. Вот расскажите, пожалуйста, мне, допустим, как вы будете переходить дорогу, если на вашем пути с краю арка, да? И вам нужно перейти на одну сторону, с одной стороны на другую. Ну, надо переходить сначала, подойти к краю дороги и посмотреть, нет ли там машины. Только потом переходить. Но бывают такие случаи, когда мы и другие дети просто, несмотря, перебегаем на дорогу. И чем это может закончиться? Аварий. То есть ребенок, да, может пострадать? Да. Хорошо, ребята. А подскажите мне, пожалуйста, вот такая, допустим, дорожная ловушка. Вы хотите перейти проезжую часть, возможно, даже это пешеходный переход, и стоит транспортное средство, из-за которого вам ничего не видно, да, и вам нужно перейти дорогу. Каким образом вы будете переходить дорогу? Нужно сначала... Нужно обойти эту машину. Обойти, хорошо. Как вариант. Но, допустим, если не представляется возможным, то тогда лучше перейти по другому пешеходному переходу. Совершенно верно, найти более безопасное место, верно, да, ребята? И уже в этом месте перейти проезжую часть. Хорошо, ребята, вы, наверное, замечали, что во дворе очень плотно паркуются транспортные средства, да? То есть то же самое. Иногда даже водители не оставляют нам выхода из подъезда, да, чтобы вот выйти на проезжую часть. Есть такие нарушители, которые паркуют автомашину даже на тротуар. В этом случае то же самое. Необходимо быть внимательными, осторожными, прежде чем выйти, да, на проезжую часть, чтобы ее перейти. Так как во дворе у нас нет пешеходных переходов, верно, да? Да. Ну вот, поэтому, конечно же, вам нужно сначала выйти немножечко от автомашины, да, и посмотреть. Если нет автомашин, то уже тогда продолжить движение. Потому что сейчас все-таки транспортные средства быстрые и более тихие, да, и поэтому мы можем не заметить. Хорошо, а кто еще какие знает дорожные ловушки или видел? Ну, я несколько раз видел, что деревья растут или кусты высокие, вплотную друг к другу, и вообще не видно даже, что там дорога есть. Там она как бы видна чуть-чуть, но не видно, машина там есть или нет, можно не заметить и перейти. И из-за деревьев, да, может выехать неожиданно транспортное средство. То же самое, ребята, это касается и какие-то крутые повороты, выезды из дворов, да, все это тоже является дорожной ловушкой. А еще бывает, когда ты выходишь из торгового центра, и там выезжает машина задним ходом, и может врезаться в человека. Бывают, ребята, и такие случаи, даже такие аварии, поэтому немаловажно, да, всем соблюдать правила дорожного движения, как пешеходам, так и водителям. Давайте с вами запомним, да, это важно как для водителей, так и для пешеходов, чтобы все-таки прежде всего что-то нам начать делать, нужно убедиться обязательно в безопасности перехода проезжей части. Договорились, ребята? Да. И тогда, когда мы с вами видим какие-то дорожные ловушки, мы сможем, зная все правила, да, их избежать, и, соответственно, по правилам перейти в проезжую часть, и с нами, конечно же, ничего не случится. Ну и на сегодня это все. Увидимся на следующей неделе.